Настоящие аферисты Стоят они недешево, однако приносят очень большие доходы Эти автоматы часто называют однорукими бандитами, наверное потому, что они с успехом выколачивают из людей деньги Впрочем, закон при этом не нарушается, хотя вероятность выигрыша на автомате устанавливает сам его владелец От настройки автомата будет зависеть то, какая часть из внесенных в него денег вернется к игрокам Британские законы устанавливают минимальный уровень таких выплат 70% Это значит, что потратив 10 фунтов, средний игрок получит назад только 7 Если выплаты установлены на уровне ниже 70%, это уже считается сознательным мошенничеством Такие чипы можно приобрести через интернет Владельцы автоматов могут купить чипы, поставить на своего однорукого бандита Я покажу, куда именно нужно ставить чип Видите, здесь написано процент Если установить сюда такой чип, то можно менять процент выигрыша Например, понизить его до 20% Игральный автомат такого нечистого на руку хозяина будет выдавать куда меньше денег, чем положено Приятно посидеть за игральным автоматом, можно и выиграть Но учтите, в итоге в выигрыше будет машина Что вы знаете об этом автомате? Он называется боевой топор На нем изображена мощного сложения девица Вот и все Лучше всего сыграть на автоматах уже после того, как за ними побывало побольше народу И самое лучшее время для такой игры – это субботний вечер Хотелось бы определить, сколько наличности в каждом из автоматов И, конечно, узнать, какой процент выигрыша на них установлен И это вполне реально Нужно всего лишь приобрести через интернет вот такой ключ Он стоит около 10 фунтов Примерно так Если вставить ключ вот сюда и повернуть, можно узнать много полезного Выплата 75% Предел 78% – это количество сыгранных партий А это количество монет в автомате И учтите, иногда при повороте ключа срабатывает сигнализация Так что сделайте погромче музыку перед тем, как сделать это Эти ключи не являются чем-то незаконным, но не рекомендуем попадаться с ними в залах игровых автоматов Владельцы автоматов могут доставить массу неприятностей тем, кто попытается выудить информацию из их одноруких бандитов Можно я возьму? Нет Настоящие аферисты Наши мошенники пригласили трех ведущих британских профессиональных игроков сыграть с ними в покер Когда мы решили смуклевать в покер, нам захотелось позвать лучших, а это, конечно, хенд и моб Мы с Полом постоянно играем в покер, и у нас это неплохо получается, но без обмана у нас нет ни шанса Они будут выигрывать у нас каждый раз, все должно быть хорошо спланировано Если тебя поймают, тебе конец Познакомьтесь с тремя профессионалами Он принимает участие в документальном фильме о покере На самом деле Алекс и Пол не игроки-любители, а отменные карточные шулеры Пол настоящий волшебник, один из лучших в мире специалистов по азартным играм Не один год он учился карточным уловкам, и теперь он может без преувеличения сдать себе при желании любые карты Это покерная афера Игра началась Уже было несколько сдач Хендон-моб выигрывают, но игра вот-вот должна стать более интересной для наших мошенников, поскольку они собираются использовать свою заранее подготовленную колоду карт Эта колода, так называемая холодная колода, потому что она еще не согрелась в ходе игры Самый простой способ тасования колоды, это взять колоду и сделать так, чтобы после сдачи у тебя были самые лучшие карты Если тебе нужны два туза, а игроков только двое, тебе нужно просто сделать так, чтобы вторая карта снизу была туз А вторая карта после тоже туз Ты сдаешь карту партнеру, туз себе, карту партнеру, туз себе Хендон-моб всегда использует собственные карты, и холодная колода всегда должна соответствовать колоде, которая уже используется Поэтому наши ловкачи просто купили колоду, идентичную колоде-моб на их сайте, чтобы использовать ее как холодную Сначала нужно, чтобы их колода попала в комнату В этом поможет Джесс Она входит в комнату в качестве официантки, чтобы предложить напитки Кто-нибудь хочет напитки? Еще воды было бы неплохо, спасибо Мне кола Если присмотреться, видно, что колода карт спрятана под записной книжкой Колода была подготовлена нашими аферистами, и теперь важно, чтобы они начали играть именно этими картами Рука Пола уже ждет и готова принять колоду Удастся ли ей это сделать? Да, идеально Карты попадают точно в руку Пола Подготовленная колода у него Ну а теперь Полу нужно перенести ее на стол Для этого необходимо заменить колоду на столе колодой в его руке Как он это сделает? Момент подмены настал Там все и началось Да, в Хендоне И снова Джесс готова помочь Она вернулась в комнату с напитками Мы начали путешествовать и побеждать Потом мы начали ездить по Европе Иногда кого-то из нас не было, и люди спрашивали Где остальные? Увидели? Посмотрим снова Настоящая колода в его левой руке, подготовленная в правой Двигая стул, он положил настоящую колоду на сиденье, а подготовленную на стол Просто, но очень действенно Теперь в игре колода наших шулеров Далее тасование Перед каждой сдачей карты следует тасовать Но они были уложены в нужном порядке, и тасование все испортит На самом деле нет Удивительно, но Пол не тасует карты Вернее, тасует, но потом возвращает карты точно на прежнее место Это самая сложная часть аферы Пол совершенствовал это искусство годами Теперь карты нужно снять Критический момент для наших мошенников Если изменится порядок карт, не получится нужная сдача Пол наметил то место в колоде, где Алекс должен снять карты Получилось, но это не означает, что теперь мошенникам станет легче Теперь им нужно сдать игрокам-профессионалам верные карты Слишком крупные вызовут подозрения Слишком мелкие вынудят пасовать Нужны именно такие карты, чтобы игра была крупной В соответствии с планом Пол пасует Чтобы выиграть нашим шулерам, нужна одна идеальная для них сдача К счастью для Роса, мошенники сдали ему плохие карты И он тоже пасует Но у Барни валет не десятка А это мощный потенциал Взглянув на свои карты, Джо очень умело скрывает свои эмоции У него два туза На этом этапе наилучшие карты Алекс смотрит на свои карты Но он уже знает, что у него две дамы Тысяча триста Хэндон Моб поставили каждый по тысяче триста И им предстоит увидеть еще пять карт Они явно клюнули Теперь у Алекса три дамы У Джо три туза Барни Боутмен близок к тому, чтобы получить или стрит, или флэш Две из самых высоких комбинаций в покере Две тысячи Боже Настало время шестой карты из семи Двойка пик Барни Боутмен получил свой флэш У него пять пик Вот когда профессионалы по-настоящему показывают свое мастерство На все Барни кладет все фишки, явно пытаясь напугать остальных Да Все Но Джо и Алекс делают то же самое Пора узнать, у кого наилучшие карты Наступает решающий момент Каждый считает себя победителем Но если план наших шулеров удастся, последняя карта будет пикой И Алекс, получив флэш, выиграет у всех за этим столом Пол переворачивает последнюю карту Как и намечалось, это ика Флэш Алекса немного выше, чем у Барни Алекс победитель Уловка с колодой удалась Любителю Алексу удалось выиграть у профессионалов Пока Хэндон Моб ни о чем не подозревают К следующей сдаче Шулеры вновь проносят свою колоду Они сдают Барни Боутмену четыре восьмерки И побеждают, получив стритфлэш Это холодная колода, это просто нелепо В это никто не поверит Не может быть Игра закончена И наконец, мошенники рассказывают, как было дело Как же избежать обмана? Что посоветуют профессионалы? Пусть вас не пугает эта программа Нет причин бояться Не стоит думать, боже, там все жульничают Как правило, играя в покер Вы находитесь в контролируемой среде Лучшие полицейские за столом сами игроки Если что-то кажется вам подозрительным, скажите об этом Если карты не были правильно перетасованы, скажите об этом Если кто-то неверно снял колоду, скажите Что вы хотите, увидите ее еще раз Если у вас есть хоть какой-то опыт Вас очень трудно провести Я могу лишь сказать, что мы зарабатываем на жизнь игрой в карты И нас никогда не беспокоила эта проблема Что, добавите, Рос? Не играйте с этими людьми Да В этой игре у нас было преимущество, поскольку сдавали игроки Мы имели доступ к колоде Если бы мы играли с хенден-моб в их среде, то есть профессионально контролируемой Мы бы не смогли такое провернуть Настоящие аферисты Жертва мастерски проведенной аферы считает, что она выигрыша Но если играешь против шулеров, все не так, как тебе кажется Вся страна увлекается азартными играми Сегодня вечером на втором этаже паба мы играем партию в покер Пол и Алекс хотят заглянуть туда и спутать всем карты В зале установлены наши скрытые камеры Так что вы не пропустите ни одной раздачи Пол оставляет Алекса, выбрав себе стол Важно заметить, что наши мошенники притворяются, что не знают друг друга Хотя в этой афере они работают сообща Десять минут спустя Алекс вступает в игру за столом, который выбрал Пол Кажется, Алекс очень-очень пьян Пришло время для классической аферы под названием «Пьяный покер» Покер – это серьезная игра, в которую играют на серьезные деньги Но кажется, Алексу интереснее раздражать других игроков, чем выигрывать раздачи Твое лицо тебя выдает Ты что, не заметил? В следующий раз такой рукой можно сорвать неплохой куш? Прости, приятель Он в стельку пьяный Каждый раз, поднимая ставки, Алекс поднимает и стакан Через полчаса поведение Алекса становится еще более неприличным Он делает большие ставки со слабыми руками и проигрывает на каждой ставке Король, вот так Пара двоек Жертвам, возможно, досаждают пьяные выходки Алекса Но он кажется легкой добычей, и они с радостью забирают его деньги Прости, приятель, можно я поставлю еще разок? Я чувствую, что мне повезет Войдя в раш, скорее от алкоголя, чем от игры Алекс поднимает анте, и дружеская игра с лимитом 100 фунтов становится безлимитной Нужно поднять ставки Я уже сказал, играем безлимитный покер Да можешь поднимать сколько угодно Спустя один час, десять минут и восемь порций виски пришла пора показать когти Теперь настал черед пола Игроки его не знают, а между тем они используют свои удивительные навыки тасования колоды У всех должны появиться сильные руки Это заставит жертв делать большие ставки Хотя, разумеется, победитель будет только один Если все будет идти по плану, то Алекс выиграет раздачу Только потому, что вы попросили Я в детстве частенько играл Милая, принеси еще, пожалуйста Жертвы видят, что Алекс потерял всякую осторожность Заказывая очередную порцию, Алекс случайно показывает свои карты Три валета И жертвы это замечают После раздачи у них у всех очень сильные руки Которые легко смогут переиграть трех валетов Алекса И еще порцию, милая Жертвы уже думают, что обыграли Алекса У них отличные карты, и они знают, какие карты у Алекса Поэтому ставки неожиданно начинают повышаться Удваиваю Повышаю до 750 До 750? Мне нравится Ну как? Твое слово Меняю две Игрокам предоставляется возможность поменять несколько карт Пол так перетасовал колоду, чтобы все игроки после замены карт получили невероятно сильные руки И еще сильнее запутались в сетях мошенников Начинается последний круг ставок А Пол раздал всем такие карты, что ставки продолжают расти Помните, Пол всем раздал карты, которые составляют очень сильные руки После ряда скучных раздач, игра становится очень интересной Что у тебя? Я обыграл тебя, тебя и тебя Здорово, серьезные карты Мне это нравится Я однозначно выиграл Если ты выиграл, то я сумасшедший Алекс ставит все свои фишки Другие игроки видели его трех валетов и абсолютно уверены, что их карты сильнее Теперь в банке более полутора тысяч фунтов Напряжение за столом нарастает Настает решающий момент Игроки открывают свои карты Если Пол все сделал правильно, результат будет интересным Итак, у кого что? У меня флэш от королевы Неплохая рука Еще одна отличная рука Что у тебя? Теперь очередь Алекса открыть карты Валет, королева, 10, 9 и 8 Алекс собрал стрейт флэш Только одна комбинация может побить руку Алекса Что у тебя? Четыре короля И сет из королей это не та комбинация Алекс забирает банк Это невозможно А почему нет? Когда ты заказывал выпивку, я увидел твои карты У тебя было три валета А ты поменял только две карты Верно, верно Да Одного валета я оставил Нет, у тебя было три валета Одну карту ты оставила Черт, да, все верно Еще обвиняете меня в шулерстве Жертвы не могут в это поверить Алекс прощается и уходит Рассчитайте меня, пожалуйста Те ребята здорово разозлились Они не любят проигрывать Я думал, если он поменял две Да нет, все честно, все правильно Так и было Получив деньги, Алекс покидает бар Став богаче на полторы тысячи фунтов А одураченные игроки Все еще пытаются понять, что произошло Тем временем Пол тоже покидает стол И присоединяется к Алексу Чтобы поделить выигрыш Было весело На карманные расходы мы заработали Для этого трюка нужен хороший карточный шулер И пьяный человек Я только притворяюсь пьяным Но мне нужно вести себя как можно раздражительнее Кроме того, это отвлекает внимание игроков от Пола Когда он тасует колоду Пол тасует колоду так, чтобы знать Какие карты какому игроку достанутся Чтобы проще было это понять Я вам покажу Кладем тузы наверх колоды Я кладу их картинками вверх Просто чтобы вам было видно Итак, затем я начинаю тасовать карты Таким образом, чтобы тузы оказались На строго определенном месте в колоде Одна карта на один круг раздачи Это следует сделать со всеми тузами Теперь, если я начну раздавать карты Вы увидите, что все тузы попадут к Аликсу На это уходят годы тренировок Но, как видите, это возможно Используя свое мастерство Пол подбрасывает всем сильные руки И еще нужно быть хорошим психологом У меня три валета, десятка и восьмерка Две карты я положил, а трех валетов оставил в руке Их я якобы нечаянно показываю соперникам Что можно объяснить моим опьянением Иначе бы я не светил карты Все рассчитывают, что я оставлю валетов И поменяю две оставшиеся карты Но вместо этого я выбрасываю пару валетов Оставляя одного Плюс десятка и восьмерка Я хочу собрать стрейт флэш Мой друг Пол раздаст мне девятку и королеву Это блеф по-крупному Итак, смотрите С учетом темпа игры и отношения игроков К происходящему за столом Для них все кончено Рулетка, безусловно, игра на удачу Но для нас это точный расчет Азартные игры это удача и большие деньги Но также и одна из кормушек для аферистов Мы пришли в казино, пригласив реальных людей Присоединиться к игре Алекс и Пол испытают здесь свои навыки Мы разместили здесь камеры Чтобы попытаться поймать их на этом Добро пожаловать Аферы с рулеткой Пол и Алекс делают ставки Так же, как и другие игроки Но в отличие от остальных Колесо рулетки с ними заодно И они выигрывают Снова Снова И снова В чем же их секрет? Когда я был ребенком Я спросил одного игрока Как можно жульничать в игре на рулетке И он показал мне Что если сделать ставку После того, как шарик оказался в колесе Это своего рода уже известный результат Иными словами, когда знаешь это число Можешь попытаться извлечь пользу Из этой информации И поставить фишки так Чтобы крупья не заметил Итак, результат известен На красном ромбе нет ставки Но секунды позже Небольшая ставка появляется Как же это случилось? Вокруг рулетки Обычно много народу И обычно там есть крупье Которого легко отвлечь болтовней Или обменом денег Вот что я делаю Держу фишку под рукой Вот здесь И в то же время Держу пару фишек здесь Я смотрю на колесо Чтобы увидеть, какой цвет выпадет И в зависимости от этого действую Допустим, выпал красный И я уже собираюсь сделать ставку Когда я начинаю Крупье делает мне замечание Слишком рано Или слишком поздно Я извиняюсь Смотрю прямо на него И говорю Простите Но одна из моих фишек Находится как раз на выигрышном цвете Так что на нее причитается Выигрыш Теперь крупным планом Секунду назад Ничего А в следующую Мошенник забирает выигрыш Другой популярный метод Помещения фишки На выпавший номер Таков Скажем, я поставил Три моей фишки На номер 14 И мне немного не повезло Потому что выпал номер 13 Где у меня только одна фишка Небольшая хитрость Я могу взять немного денег Попросить сделать обмен И когда я услужливо Наклоняюсь вперед Чтобы передать эти деньги Я слегка подталкиваю фишки назад К разделительной линии Это означает Что я получу свои деньги Из расчета 17 к 1 Сумма может оказаться крупной Все зависит от цены фишек Я знаю Что этот ход Может показаться слишком очевидным Но вы появитесь У этого стола лишь однажды А 17 к 1 Стоит риска Более изощренный вариант Таков Я собираюсь сделать ставку И в этот момент Решаю выложить больше фишек И конечно Если я работаю С искушенным крупье Он это заметит Тут надо действовать хитрее Так что я беру 4 фишки Алекса Они перешли ко мне Во время третьей игры Так вот Я делаю ставку Но возможно Слишком рано Или слишком поздно В любом случае Крупье отзовет ее Когда я тянусь за ней Вот так Все внимание Сосредоточено здесь Но я тайком Кладу под руку Вот эти фишки Теперь ставка Выглядит так Я сажусь на место Итак Крупье говорит мне Чтобы я забрал назад фишки Я извиняюсь Но Алекс получает Значительную выгоду В этом случае Ставки сделаны Спасибо В казино мы можем Увидеть этот трюк Еще раз Под прикрытием Поздно сделанной ставки Пол кладет фишки Алекса на выигрышную линию Еще раз Только что квадрат был пуст Но когда пол садится Здесь уже стоят фишки Незаметно И очень эффективно Так Алекс Собирает куш со ставок Которых он не делал Позвольте Спасибо Мы можем пойти дальше Если я сделаю ставку для Алекса Он получит много денег Но если мне удастся поставить На выигравшее число Мы получим кучу денег Как нам этого добиться? Представим, что несколько ставок Сделаны на число 32 Мы не ставили на этот номер Но под моей стопкой Наготове две фишки Алекса По 100 фунтов Если я вижу, что выпал этот номер Пока крупье не подоспел Я наклоняюсь вот так Кладу их и говорю Можно мне сейчас сделать ставку Это шутка Но крупье попросят меня убрать фишки Обычно они лишены чувства юмора Но я убираю свои фишки Оставляя там вот эти Алекс поставил 200 фунтов На номер 35 к одному Ничего для этого не сделав И возможно Это один из самых блестящих трюков Которые когда-либо были изобретены Поработая в команде И пользуясь этой техникой Наши ребята обманывают казино Они уходят У них в карманах много денег Они вызывают у других игроков вопросы Как же им это удалось? Вы можете пойти в казино И получать удовольствие Наблюдая за этими трюками Но как бы заманчиво это ни было Нет сомнений, что если вы попадетесь на этом То пойдете под суд Если в казино что-то заподозрят Они вызовут охрану Теперь мотают запись И все раскроется Детельно Казино это большие деньги и азарт А также Одна из излюбленных кормушек аферистов Мы отправились в казино И предложили людям со стороны сыграть Алекс и Пол тоже здесь Чтобы проверить на практике свои умения Мы включили наши камеры Чтобы попытаться поймать их за этим Итак, аферы в казино Хотя это кажется сложным Правила очень просты Игроки могут держать пари На множество возможных комбинаций Но если с первого раза выпадает 7 или 11 Они сразу же выигрывают И сегодня у Алекса и Пола череда побед Но зная наших ребят, мы подозреваем, что играют они не по правилам Они заставили теорию вероятности работать на себя Но как? Есть много способов сделать так, чтобы игральный кубик помогал мошеннику Вот два кубика Выглядят они совершенно обычно Но если я метну их, выпадет 7 очков Это означает, что я выиграл с первого раза Если же выпадет 11, я тоже выигрываю Можно взглянуть? Да Видите, это типичный кубик с неправильной разметкой Если я поднесу его к зеркалу, вы увидите на одном из них 5 очков на каждой сторон А на другом только по 2,6 очков Так что сколько бы раз вы не кидали их, выпадет только 7 или 11 Что и обеспечивает выигрыш в кости Абсолютно всегда Но в казино Алекса и Пол используют кубики со смещенным весом Они выиграли большую сумму, и никто ничего не заметил Но как им удалось положить на стол собственные кубики? Я покажу, как я действовал в игре Все, что я сделал, это просто дотянулся, подхватил кубики Потряс их для удачи и кинул Во время этого простого действия я подменил кубики Давайте посмотрим еще раз Пришла очередь Алекса кидать кубики Он достает из кармана свои кубики, а затем берет со стола настоящие Когда он трясет их, он совершает подмену и гарантирует себе выигрыш Если вы посмотрите на игровой стол, здесь отмечены ставки Например, игрок побеждает, если выпадет 2, 3, 4, 9, 10, 11 или 12 очков Если вам удастся контролировать очки одного из этих кубиков, ваши шансы на выигрыш значительно возрастают Но для этого нужны двое И это очень точная работа Чтобы провернуть эту аферу, Алекс и Пол должны работать вместе И это происходит так быстро, что никто не замечает подмену Как же это получается? Пока я трясу кубики, Пол дает знак «Указывай ставку» Я дважды стучу, бросаю кубик Он выпадает Но другой остается у меня А Пол подбрасывает второй из-под своих купюр Посмотрим еще раз Да! Я выиграл! Я выиграл! Посмотрите! Секрет в четкости и согласованности Они гарантируют нашим ребятам выигрыш Так что, когда наши аферисты в городе, казино не всегда выигрывает Настоящие аферисты В отличие от других азартных игр, в «Блэк Джек» больше шансов выиграть Хотя казино это не очень нравится Азартные игры требуют больших денег и не меньшей удачи Привлекая множество аферистов Мы организовали свое казино и пригласили группу обычных людей поиграть Алекс и Пол приложат все силы, а мы будем наблюдать за их действиями через камеры Вот несколько видов шулерства в игре «Блэк Джек» «Блэк Джек» также известный как «21» Одна из самых популярных азартных игр в мире Каждому игроку выдается по две карты Выигрывает участник с картами самого большого значения Если сумма значений не превышает 21 «Блэк Джек» Класс! Аферистам сегодня сопутствует удача Самое главное — это расчеты Они правильно делают ставки и забирают все фишки Кажется, карта сегодня идет хорошо, но остальным игрокам не так везет 13 Перебор 14 Остается 7 Я играю Остановитесь на 14 Хорошо У вас 21 Здесь перебор Полу сегодня везет, он выигрывает еще два расклада В следующий расклад Алексу выпадает «Блэк Джек», а Полу — два туза Фортуна точно повернулась к ним лицом Благодарю Мошенники сумели поменяться местами с казино Но как именно? В «Блэк Джеке» игрок выступает против крупье Цель — получить число 21 или меньше Больше нельзя Существуют разные способы выиграть Самый известный из которых — подсчет карт Я объясню, как это делается У меня две колоды В этой — крупные карты Короли, тузы и прочие Это хорошо для игрока, так как позволяет быстро набрать 20 или 21 очко А здесь — карты меньшего значения От девятки до двойки Они для игрока не столь хороши Чтобы вы видели, что происходит, рубашка крупных карт красная, а мелких синяя Я перемешаю карты Так выглядят перемешанные колоды Если убрать несколько небольших карт Например, эти и эти Можно сказать, что карты в колоде хорошие Теперь мы с Полом можем делать высокие ставки Зная, что процент получить 20 или 21 достаточно большой Но если сделать наоборот И убрать из колоды крупные карты И перемешать ее Она станет такой В ней слишком много маленьких карт А значит, крупные ставки делать нельзя Вместо того, чтобы запоминать каждую карту Мошеннику достаточно помнить, сколько крупных карт То есть больше 10 И сколько карт от 2 до 9 Уже открыты на столе И делать ставки с учетом этого Подсчет карт Лишь начало Трюков существует гораздо больше Например, можно отслеживать перетасовку Вы внимательно смотрите, как крупье тасует колоду И как карты распределяются после этого Во время игры Пол запоминает самые ценные карты на столе Затем внимательно смотрит за этими картами в руках крупье Такая техника достаточно эффективна Здесь шесть колод Они уже сыграны И карты сейчас нужно перетасовать Наш крупье, Серж Перетасует их так, как обычно делают в казино И разделит на шесть отдельных колод Он раскладывает их в форме подковы Пол запомнил положение крупных карт после прошлых раздач И может их вычислить Сейчас я очень внимательно наблюдаю За руками крупье Теперь колода перетасована И я могу сам снять Часть карт с нее Серж дает мне карту И я могу решить, какие карты будут сверху колоды Я разделю колоду здесь Вот будет первая группа карт, которую раздаст крупье Я выбрал эту группу, потому что в ней много хороших карт Точнее, тузов Отслеживание тузов — одна из самых сложных техник Чем больше тузов окажется здесь, тем больше мы выиграем В шести колодах 24 туза Посмотрим, что получилось Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, отличный результат Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать тузов из шести колод Здорово вышло! Азартные игры требуют больших денег и не меньшей удачи, привлекая множество аферистов. Мы организовали свое казино и пригласили группу обычных людей поиграть. Алекс и Пол проверят свои шулерские навыки, а мы будем наблюдать за их действиями через камеры и увидим, как можно заработать на краже фишек. Не все аферисты в казино пытаются сорвать банк. Некоторые пришли, чтобы забрать ваши деньги или фишки. Фишки – это валюта казино. На столах могут оказаться сотни фунтов. Выгода этого трюка очень привлекает аферистов. Стол для игры в кости открывает прекрасные возможности для кражи. Рядом с ним толпятся люди, а игроки обычно кладут фишки вдоль перил. Все постоянно в движении. Люди наклоняются вперед, делают ставки, забирают выигрыш, тянутся к костям, бросают их. Украсть что-нибудь несложно. Допустим, я делаю небольшую ставку в центре стола. Для этого нужно наклониться вперед, или попросить крупье, которое будет слева или справа, поставить на восьмерку. Вторая рука оказывается на перилах, и я легко могу украсть фишки. Теперь они у меня в руке, и естественным движением я могу положить их либо поближе к себе, либо в карман. Вот этот трюк в настоящем казино. Делая ставку, Алекс крадет фишки. Посмотрите еще раз. Он легко забирает фишки на 50 фунтов. Кража с перил классика, но есть более хитрый способ красть фишки непосредственно со стола. Пол делает ставку. Но денег у него стало вдвое больше еще до того, как он бросил кость. Как это вышло? Допустим, кто-то сделал ставку. Хорошую ставку на большую сумму. Каждая из фишек стоит, допустим, 100 фунтов. Я подхожу к столу и тоже хочу сделать ставку, хотя не такую большую, около 20 фунтов. Я наклоняюсь и говорю, что ставлю 20 фунтов. Оставляя купюры, я незаметно краду две фишки. Даже выиграв, игрок потеряет 200 фунтов. Именно таким способом некоторые мошенники смогли быстро разбогатить. А теперь посмотрим на это в действии. Другой игрок ставит 4 фишки, а Пол забирает две верхние. Посмотрим еще раз. Вот как Пол сделал это. Банкноты не позволяют крупье и другим игрокам заметить кражу. Есть и более простые способы. Справа от меня сидит игрок, в нашем случае Алекс, и рядом лежат его фишки. Я сдвигаю свои фишки, собираясь выйти из-за стола и придвигаю их к фишкам Алекса. Теперь я встаю, прощаюсь с игроками, забираю часть фишек Алекса и ухожу. Даже если кто-то заметит кражу, я могу сказать, что ошибся. Спрошу, какие из фишек чужие, и отдам их. Избежать поимки крайне легко. Всем спасибо, до свидания. До свидания. Пол уходит, и никто ничего не заметил. Но с другого ракурса видно, как он забрал целую стопку фишек у своего соседа. Только что мошенники получили 500 фунтов, не сделав ни одной ставки. Если вы окажетесь в казино, посмотрев эту программу, и решите повторить то, что мы показали, то отправитесь в тюрьму, если вас поймают. Даже при малейшем подозрении подойдет охрана и достанет видеозапись с вашими махинациями. Поэтому не пытайтесь это повторить. Настоящие аферисты. Азартные игры – это большие деньги и большая удача. И это одно из самых вкусных блюд для мошенников. Мы устроили ночь в казино и пригласили дюжину посторонних людей принять в этом участие. Алекс и Пол пришли, чтобы проверить свои жульнические навыки. Наши камеры уже расставлены и готовы запечатлеть, как они обернут ставки в свою пользу с помощью азартной техники. Что бы ни делали наши герои, все работает. За один вечер они срывают куш в 1600 фунтов. Они гребут лопатой все фишки, играя в рулетку, и раз за разом выигрывают у крупье в Блэк Джек. Блэк Джек. Их приемы дают им прекрасную раздачу, но как именно? Это одна из самых распространенных во всем мире схем для Блэк Джека. У нее несколько составляющих, и самое важное – система ввода. Ведь с этой штукой, спрятанной под одеждой, я могу передать на компьютер все, что я вижу. Я могу передавать достоинства, а также могу называть и масти. Это называется уловка большого игрока. Несколько игроков сидят за каждым столом, где играют в Блэк Джек. И у каждого из них есть такое устройство, спрятанное под одеждой. Оно прицеплено к пояснице. Это проходит под одеждой. И все они кодируют в двоичную систему все, что видят. Одно нажатие сюда – это туз. Это туз, это двойка. А туз и двойка дают три. Это трудно, но если хорошо потренироваться, то через несколько месяцев будете обращаться с этой машинкой на «ты». Итак, этот игрок сидит здесь. Он не делает ничего особенного, просто играет в Блэк Джек. Но тайком он записывает все, что видит на столе. Компьютер вычисляет преимущества, и когда найдет его, то подает мне сигнал. Затем я подаю знак большому игроку, который прогуливается по казино с целой стопкой денег. У меня в ухе вот это – маленький наушник. Он работает через блютуз, и я жду сигнал от пола, который в данном случае поправляет воротник. Таким образом, он подзывает меня к столу. Как только я попадаю в радиус действия, компьютер сообщает мне, каков наш шанс. Если шанс велик, я должен знать, сколько денег мне поставить, потому что ставка будет зависеть от шанса на успех. Уже поздно. Пора домой. Система хорошо продумана. Она не просто дает Алексу знать, что шанс высокий. Она точно говорит ему, как играть. Она запоминает каждую отыгравшую карту и следит за тасовкой. Поэтому она знает, куда какие карты сдаются. Например, поле 3 или 4. В одном из них должен быть туз. И точность этого устройства просто ошеломляет. Когда я практиковал этот прием, мне было трудно не засмеяться. Я видел, как туз попадает именно в то поле, на которое указал компьютер. 12 или разделить тузы? Думаю, я разделю тузы. 21. Итак, техника может помочь смухлевать в Блэк Джеке, но также она поможет жулику выиграть в игре с неизвестным исходом. Как победить в рулетке? Очень просто. Все, что вам потребуется, это высчитать скорость движения шарика относительно скорости движения рулетки, используя неподвижную часть самой рулетки и неподвижную часть колеса. Затем вы складываете полученные результаты, делаете прогнозы и ставите как можно больше на то, что вы прогнозируете. Звучит довольно запутанно, ведь это так и есть. Участвуют два человека. Важнее работа у того, кто следит за колесом. Сегодня это буду я. У меня с собой такая вот штуковина, и на конце провода есть небольшая кнопка. Это будет вшито в мой костюм, в манжету, чтобы я мог легко достать его. Все, что я делаю, спокойно стою рядом с рулеткой. Мне не обязательно играть. Главное помнить, что мы с Полом якобы не знакомы. Я смотрю на колесо и замеряю скорость колеса, когда оно проходит через неподвижную точку. Когда компьютер вычисляет скорость колеса и скорость шарика, он предоставляет нам расчет, где, вероятнее всего, остановится шарик. Эта информация поступает ко мне через блютуз-устройство в моем ухе. Но, что важнее, она также идет и к полу, у которого в пиджаке есть ПДА, а в ухе такой же наушник. Он получает число, и за 4 секунды должен сделать как можно больше ставок. Это очень хитро. Вы должны помнить, что числа на колесе рулетки расположены не по порядку, так что не будет 2, 3, 4, 5. Числа расположены так, что, чтобы средним оказалось число 25, я должен раскидать ставки по 9 числам, что в разных концах стола, прежде чем крупье объявит, что ставки больше не принимаются. Ставки больше не принимаются. Итак, соотнеся скорость шарика и скорость колеса, компьютер вычисляет, что шарик остановится на 25. Но чтобы избежать риска, аферисту нужно также сделать ставки на 4 соседних числа с каждой стороны, но сделать это нужно очень быстро. Если вы отправляетесь куда-либо вроде Лас-Вегаса, то знайте, что есть законы, запрещающие использовать электронику для принятия решений, и что некоторые законы позволяют вас посадить за то, что вы пронесете такие устройства на территорию штата. Но здесь такого закона нет, поэтому есть свои лазейки. Но если уж вас поймают с таким прибором в казино, то отвертеться будет уже нельзя. Настоящие аферисты Первый трюк, которому я научился, это афера в игре в джин. Его показал мне дед, когда мне было всего 8, и у меня было время отточить мастерство. Смухлевать в джине. Где рынок, там всегда деньги. Пол пришел сюда, чтобы прибрать к рукам немного наличности. Он ищет жертву, чтобы сыграть в карты. Лучшей точки, чем кафе, не сыскать. Довольно быстро он уговаривает одного из завсегдатаев сыграть несколько партий в джин. А чтобы было интереснее, игра пойдет на деньги. Сними. Раздавай, я верю. Каждому игроку сдается по 10 карт. Цель игры избавиться от карт на руках, составляя комбинации с трех или четырех карт одной масти в порядке возрастания или одного достоинства. Например, три девятки. Когда набирается комбинация, ее выкладывают. А мы вот так. Затем игроки тянут по одной карте и стараются составить новую комбинацию. Побеждает тот, кто первым сбросит все карты. Забавно. Смотри, что у меня было. После нескольких партий кошелек жертвы изрядно опустел. Пол выигрывает раз за разом. Как ему это удается? Как же так? Так плохо. В течение партии вы тянете карты, выбираете нужные и сбрасываете их. Когда я беру карту, я беру дополнительную, то есть вместо одной беру две. Это называется джинпик. Выглядит это так. Когда я беру карту, я надавливаю на колоду и беру две карты. Эту кладу сюда. А дополнительная отправляется сюда. Таким образом, я получаю немалые преимущества. Вот что увидел оппонент. Абсолютно ничего. Но со спины мы видим, как Пол взял в руку дополнительную карту и получил преимущество. Джинпик увеличивает шансы Пола на победу. Когда его очередь тасовать и сдавать, он выигрывает. Хочешь удвоить? Давай, если ты не шулер. Жертва что-то заподозрила? Вот, хорошо помешал. Нет, а надо бы. Пол контролирует карты, и он сдал себе идеальную комбинацию. Партия только началась, а оппонент уже повержен. Ругаться хочется. Мы используем разные виды шулерства. Я покажу вам один из них. Игра битой. Игра битой — это когда вы берете в конце партии отыгравшие карты и сдаете их обратно себе. Представим, что выложены 4 туза, 4 короля, 4 дамы, 4 валета и 4 десятки. Конечно, на столе будет больше карт. Итак, я беру карты, которыми хочу играть в следующие партии, и лучше пусть это будут тузы, короли и дамы. Я беру эти карты и кладу их наверх колоды, а те, которыми не буду играть, под низ. Когда я тасую колоду, я не должен перемешать карты, которые лежат сверху. Они по-прежнему вместе. Далее нужно сдавать карты, и я получаю нужные с помощью перемешивания. Я прореживаю их, так что они теперь идут по очереди. Вот так. Поэтому, когда я сдаю карты, то мне попадают те, которые я отобрал. И я гарантирую себе выигрыш еще до начала игры. Я по-любому выиграю. В течение часа Пол продолжает побеждать. Не везет. А ты молодец. Спасибо. Но Пол дает жертве шанс вернуть деньги, подсняв колоду. Пан или пропал. Старшая карта побеждает. Не хочешь поспорить, какая у тебя карта? Пан или пропал? Ну, попробуем. Даже смотреть не хочу. У жертвы девятка, а Пол вытянул туза. Ах ты б***ь. Достойное завершение дня. Как и все настоящие жулики, Пол забрал деньги и ушел, улыбаясь. Завтра в это же время? Но как ему попался туз? Один из способов взять верх, даже если вы проигрываете весь вечер, это заключить пари, которые, как вам заведомо известно, вы выиграете. Подснять сильную карту – распространенный способ вернуть все деньги, что вы уже спустили. Либо же удвоить выигрыш. Работает это вот так. Когда вы собираете карты, вы ищете хорошую. Допустим, мы нашли пикового туза. Мы кладем его вниз колоды. Теперь неважно, что подснимет оппонент. Это может быть любая карта, хоть дама, хоть тройка. Но когда я подснимаю, я делаю такое движение и беру туза снизу колоды. Так я обеспечиваю себе ничью или победу. Делается это так. Я завожу пальцы под низ, вытягиваю туза вперед, и неважно, что снимет противник. Я не потеряю ничего. Выигрыш снова за мной? Используя оточенные годами приемы, Пол кладет в бумажник 20 фунтов. Но что думает жертва о серии «Удач Пола»? Ему везло, а я пару раз сделал кое-что не так. Так уж карта легла. Если он мухлевал, то у него это хорошо получалось. Что поделаешь? На свете много жуликов. Не все покерные аферы требуют опыта Шулера. Мы часто играем в покер и активно используем другой трюк. Это турнир по покеру. Покер – это игра с большими ставками. У каждого есть шанс сорвать весь куш при хорошем везении и умении обыгрывать оппонентов. В последнее время игра стала очень популярной. Турниры организуются по всей стране, а размеры призовых фондов составляют тысячи фунтов. А если речь идет о деньгах, значит мошенники где-то рядом. Сегодня они здесь, чтобы провернуть грандиозную покерную аферу. Все вносят свой вступительный взнос для участия в игре. Участники получают фишки, занимают места, и игра начинается. Они играют до последней фишки. Когда фишки кончаются, они выбывают и уходят домой ни с чем. Такая игра на вылет может длиться несколько часов, пока самые лучшие игроки не соберутся за последним финальным столом. Именно за этим столом можно выиграть большие деньги, и именно здесь нужно оказаться нашим аферистом. Алексу и Полу это удалось. Им раздают карты. А вот и потенциальные жертвы. Победитель получает все. Игроки и не подозревают, что их шансы против аферистов крайне малы. А все потому, что Алекс и Пол работают как одна команда, хоть и притворяются незнакомцами. Повышаю. Первая раздача окончена. Все в приподнятом настроении. А ты не жульничаешь? Я абсолютно честен. Я что, врать буду? Но спустя 20 минут становится не до смеха. Игра принимает серьезный оборот. Так лучше? Думаю, нет. Аликс снова выигрывает. Теперь жертвы стали уязвимыми. У них почти не осталось фишек. И одного вот-вот выбьют из игры. Следующая игра проходит по плану. Аликс против своей жертвы по левую руку. Ва-банк. Да. Поддерживаешь? Да. Алекс пошел ва-банк. Это значит, что из них двоих останется только один. Теперь все зависит от того, у кого более сильные карты. Фулл-хаус. Алекс выигрывает. Этот парень стал первой жертвой за игру. Но как же они его обыграли? Два игрока, играющих в паре, это самое опасное, что только может быть за карточным столом. По сути, каждую раздачу они разыгрывают сообща, потому что и выигрыш делится пополам. Если они смогут показывать друг другу, какие у них карты, то смогут выбирать наиболее сильную комбинацию, выгодную для них, как для команды. Парная работа в карточной игре может быть разных уровней. Порой игроки лишь показывают друг другу, насколько сильна их рука. Например, положение кисти. Положите ладонь вот так. Это означает очень сильную руку. Вот так среднюю руку. Если вы убрали руку, значит, ваша комбинация слаба. Мы же не просто показываем друг другу силу руки, но и какие именно у нас карты. Так мы всегда знаем, чья рука лучше. Я сдаю Алексу две карты. Не важно, что у него там. Я смотрю только на свои карты. Но потом я краем глаза взгляну на то, что мне покажет Алекс. Положение рук Алекса — заранее обговоренный условный сигнал, по которому Пол понимает, какие у Алекса карты. Мастевые, Туз и Король. Именно такие у него карты. Теперь, зная это, и не имея сильной руки, я пасую, зная, что из нас двоих в игре остался тот, у кого сильная рука. Посмотрим на эти приемы в самой игре. Внимательно следите за сигналами. Вот сразу после раздачи Пол почесал нос левой рукой, потом правой, а потом коснулся головы. Теперь Алекс знает, что у Пола хорошие карты, и он, скорее всего, выиграет. Алекс принимает это во внимание и сбрасывает свои карты при первой возможности. Два других игрока тоже решают не рисковать и сбрасываются. Теперь остались Пол и игрок по правую руку от него. Они открывают свои карты, и, разумеется, Пол был прав. Он выигрывает, выбивая еще одного соперника. Тайком работая вместе, аферисты увеличивают свои шансы на победу и на устранение всех соперников. Теперь осталось выбить только двух оставшихся игроков. Алекс тайком дает знать Полу, какие у него карты. Пол в ответ дает понять, что его рука сильнее. Пас. Ку. Алекс сбрасывает, предоставляя коллеге возможность избавиться от соперника. Спасибо за хорошую игру. По положению рук Алекса Пол понимает, что его компаньон получил пару семерок. Неплохо. Раздающий выкладывает семерку и пару тузов, что дает Алексу фулл хаус. Пас. Пол сбрасывает в полной уверенности, что у Алекса достаточно сильная рука, чтобы победить. Но сможет ли другой игрок побить ее? Нет. Работая сообща, они отправили отдыхать четырех игроков и заработали тысячу фунтов. Теперь остались только два афериста. Смысла продолжать игру нет. Поэтому они решают разделить банк пополам и обменять фишки. На это мы договоримся. Поделим. Хорошая игра. Спасибо. Хорошая игра. Я буду в баре. Идеально. Отлично сработано. Да, хорошие игроки. Расчетливые. Я давно уже играю в покер и знаю пару трюков. Но то, что провернули они, почти невозможно заметить. Преимущество такой аферы в том, что ее очень трудно засечь. Первое, что можно сделать, постараться понять, не сидят ли за одним столом два хороших друга. Так бывает в большинстве случаев. Я не хочу сказать, что так делают все игроки, у которых есть друзья, но такое бывает. Если вы заметили, что два игрока работают сообща, можете попросить их прекратить игру или попросить организаторов выгнать их. Потому что организаторы несут ответственность за безопасность игроков. Настоящие аферисты. Тед Фунтов. Настоящие аферисты. Игра с тремя картами один из наиболее древних видов мошенничества. Аферисты разработали тысячи способов ее использования, чтобы забрать ваши деньги. Мошенники. Мошенники снова отправляются на Ибицу, чтобы искупаться, позагорать и кого-нибудь надуть. Тут они проводят самые популярные аферы, так что, если вы собираетесь за границу, вы будете знать, чего опасаться. Это игра с тремя картами. Игра с тремя картами очень напоминает знаменитые наперстки. На нее попадаются туристы по всему миру, и наши аферисты решили опробовать эту игру на Ибице. Пол готовит рабочее место. Простите, сэр. Да? Алекс поможет ему привлечь людей и сам делает первую ставку. Ну что, хотите выиграть немного денег? Всего через несколько минут люди начинают проявлять интерес, и игра начинается. Все, что нужно делать, это следить за дамой. Все, что нужно, это сказать, где находится дама. Давайте. Вот тут. Да. Давайте попробуем сыграть на деньги. Алекс подставной игрок. Его работа играть и проигрывать, совершая очевидные ошибки. Таким образом, жертвы усваивают правила игры и думают, что сами-то они легко смогут выиграть. Сколько у вас денег? У меня есть деньги, но он угадал. Этот парень наблюдает за игрой очень внимательно. Я буду это делать очень-очень медленно. Где она? Кажется, я знаю, где она, но пол заставляет мишень достать деньги. Достаньте немного денег. Алекс указывает на заведомо неправильную карту и проигрывает. Ну и где же она? Покажите. Подожди, подожди. Пол предлагает мишень указать на нужную карту. 20 евро. Если бы играли вы, какую бы карту вы выбрали? Он уже втянулся в игру. Держите деньги в руке. Попробуем еще раз. Вот дама. Вам просто нужно следить за ней и сказать, где она окажется. Готово? Мишень думает, что это легкие деньги и ставит 20 евро. И теперь, когда ставки уже сделаны, Пол уверен, что мишень проиграет. Думаю, что она в середине. Каким бы умным вы себя не считали, вы никогда не выиграете у мошенника. Игра с тремя картами одна из самых непонятных афер всех времен. Во-первых, люди думают, что это игра. Это не так. Тут невозможно выиграть. Вам нужно найти, где лежит дама. Если я помешаю карты, вы сможете сказать, где, по вашему мнению, находится дама. Вы думаете, что она тут. Но когда вы начинаете играть на деньги, все равно вы можете и все становится сложнее. Я снова мешаю карты. Вам нужно просто сказать, где дама. И вы снова скажете, что она тут. Но некоторые, очень внимательные люди, скажут, что она здесь. Конечно, тот, кто ставит на эту карту, выигрывает. Вот как работает эта игра. Вот какое движение я делаю. Дама лежит в середине. Вам нужно понять, брошу ли я на стол ее, или я закрыл ее двойкой. Вы никогда с уверенностью не сможете сказать, какую карту я положил. Так что, даже если вы знаете, какие движения я делаю, это не дает вам преимущества. В этой игре карты постоянно меняют местами и переворачивают, так что вы не сможете уследить, что именно я сделал. Так что, даже если вы знаете, где дама, я могу несколько раз поменять ее местами с другими картами. У вас просто нет шанса, но мошенники делают так, что вы думаете, что у вас есть преимущество. Вот как это делается. Кто-то в толпе случайно загнет одну карту. Это дама. У нее замят уголок, и вы видите, что она отличается от других карт. Пока карты мешают на столе, вы видите, где находится дама. Если я помешаю их еще немного, вы все еще видите, где она лежит. Но если вы ставите деньги, вы абсолютно точно проиграете. Потому что даже погнутые карты можно поменять местами. И вот как это происходит на деле. Алекс загибает уголок дамы на виду у других игроков. Могли бы поставить и больше. Приготовьте деньги. Я дам вам еще один шанс. Когда Пол бросает карты на стол, все думают, что знают, где дама. Но на самом деле это другая карта. Со всех нас он, наверное, содрал 200 евро. Никто у него ни разу не выиграл. Мы просто выбросили свои деньги. Честно говоря, немалые деньги. Я еще подумаю, перед тем, как снова приехать сюда отдыхать. И афера еще не закончилась. Мишени потеряли нечто большее, чем несколько евро. Кошелек на месте? Нет. Нет. Мой кошелек пропал. А вместе с ним деньги и все карточки. Боже мой. Но Алекс и Пол даже не подходили к ней. Как же исчез кошелек? Тут был третий мошенник. Джесс. Впрочем, смотрите. Подойдите поближе. Сколько у вас денег? Когда люди полезли за деньгами, они сами невольно показали Джесс, где у них лежат кошельки. И пока люди увлечены игрой... Вы бы все равно проиграли. В этой игре мне нет равных. Джесс сунула руку в чужую сумку и украла кошелек. Люди спокойно тратили деньги на уличную игру, но потеря кошелька может совершенно испортить отпуск. Мы были слишком увлечены игрой и нас обчистили. Неприятно. Это все. Большое спасибо. И чтобы сделать все еще хуже, Алекс, когда уходил из толпы, стащил у мишени цифровую фотокамеру. Спасибо за игру. Это называется игра королей, потому что каждый король ищет свою дому. Настоящие аферисты. Когда Вегасом заправляла мафия, мошенники использовали любые возможные способы, чтобы обмануть игроков в казино. Даже сегодня по-прежнему ловят с поличными сдающих карты или дилеров, когда они пытаются быстро заработать. Это афера со сдачей карт. Наши аферисты сняли этот роскошный номер в казино, чтобы организовать приватную игру в Блэк Джек и продемонстрировать, что могло бы случиться, будь Алекс плутоватым дилером. Если все пойдет по плану, они заберут деньги прямо со стола. При этом никто ничего не заподозрит. 19. Цель игры в Блэк Джек набрать очков больше, чем у дилера. Но не более 21. За столом появляется Джесс. Простите. Она делает свою первую ставку. У нее 19. Алекс проигрывает, поэтому все игроки получают плату. С момента, как за столом появилась Джесс, играется только один кон. Но Алекс и Джесс уже получили по 100 долларов каждый, и это не считая ее выигрыша. Что же они сделали? Дилер-обманщик может жульничать в казино самыми разными способами. Я люблю работать прямо с подноса. Я беру фишки и буквально набиваю ими карманы. Я покажу, как это делается во время игры. Итак, мы играем. Карты кладутся лицевой стороной книзу. Теперь я переворачиваю карты, чтобы оплатить эти 19. Я беру несколько фишек с подноса и плачу. Пока я ничего не сделал. Эти фишки возвращаются сюда. Я должен взять фишку другого достоинства. Когда я переворачиваю карты, фишка попадает ко мне в ладонь. У меня идеальное прикрытие от камеры наверху, от других игроков, потому что моя рука движется, и при этом я краду фишку. Все идет как задумано. Помните, фишка высокого достоинства у меня на ладони. Я готов сдавать карты. Я делаю сигнал Джесс. Она подходит к столу, ставит свой бокал почти в центре стола. Я говорю, Мисс, нельзя ставить бокал рядом с картами. Если присмотреться, вы увидите, как фишка упадет на дно бокала с апельсиновым соком. Есть еще один способ красть фишки с подноса. Переворачивая карту игрока, я краду одну из дорогих фишек и прячу ее под колодой. Камера сверху ничего не замечает. Мне остается лишь выпрямиться и наклонить колоду, чтобы фишка упала прямо в карман. На это уходит секунда. А у Алекса еще 100 долларов. Конечно, это можно повторять снова и снова. Но не стоит делать это слишком много раз, иначе обман может стать явным. Но, видимо, другие игроки что-то заподозрили. Нет, абсолютно ничего. Ничего? Ты слишком сосредоточен на том, что сам делаешь. И ты доверяешь? Настоящий аферист Лас-Вегас Настоящий аферист Лас-Вегас Когда Вегасом заправляла мафия, мошенники использовали любые возможные способы, чтобы обманывать игроков в казино. Даже сегодня по-прежнему ловят с поличным сдающих карты или дилеров, когда они пытаются быстро заработать. Это аферы дилеров. Наши аферисты сняли этот роскошный номер в казино, чтобы на приватной игре в Блэк Джек продемонстрировать, что могло бы случиться будь полплутоватым дилером. Цель игры в Блэк Джек набрать очков больше, чем у дилера, но не более 21. У Алекса перебор. Оба других игрока выигрывают у дилера и пол им платит. Алекс просит разменять ему 100-долларовую фишку. Пол меняет ее на 25-долларовые фишки, отдает их Алексу. Игроки делают свои ставки и Пол раздает карты. Все остаются с теми же картами. И Пол выигрывает с 20-ю. Хотя Алекс два раза подряд проиграл, в действительности он выиграл более 300 долларов. И вот как. Мы покажем вам самую прибыльную из всех афер дилера. Она вытянула из казино по всему свету миллионы, пока наконец ее не раскрыли. Это невероятно умная афера. Она требует от игрока и дилера совместных усилий. У вас стопка 5-долларовых фишек. Это троянский конь в казино. Это не стопка фишек. Это полая металлическая чашка, которая раскрашена как стопка 5-долларовых фишек. Сверху лежит реальная 5-долларовая фишка. Цель в том, чтобы украсть с этой части подноса 100-долларовые фишки. Вот как это происходит. Сначала партнер должен сделать ставку. Поможешь, Алекс? Почему бы и нет? Ставка сделана. Так, вот что происходит, когда Алекс проигрывает. Его карты забираются, его ставка тоже. И когда я забираю фишки, я двигаю их сюда. На секунду они касаются места со 100-долларовыми фишками. И когда это происходит, чашка наполняется 100-долларовыми фишками. То же самое в замедленном повторе. В ходе игры с угла, на котором находится камера, ничего не видно. Даже игрокам кажется, что пол просто передвигает фишки. Хотя вы проиграли 25 долларов, на самом деле вы сделали 400 долларов. Но как мне вернуть чашку Алексу? Он может продолжать делать ставки и ждать выигрыша, когда я смогу передать ему чашку. Но есть более хитрый способ. Разменяйте, пожалуйста, по 5. Конечно, сэр. Так. 5. 25. 50. 75. 100. Отлично. В ходе игры в ответ на просьбу Алекса Пол возвращает ему чашку. Если уж игроки не в силах уловить разницу между раскрашенной чашкой и фишками, то камера наблюдения тем более. Вот так. Чашка, скрывающая фишки на 400 долларов, отправляется в карман Алекса. Как видите, я вернул себе фишки и неплохо заработал. Вот мои 400 долларов. Но я могу продолжить игру с этой же чашкой. Фишки по 100 долларов попадают мне в руку. Я могу снова сделать ставку и получить еще больше денег. При этом я достаю свой мобильный телефон и бросаю фишки туда. Если сделать это 10 раз за вечер, это 4000 долларов. Огромная прибыль благодаря кусочку металла. Я в шоке. Совершенно в шоке. Я ничего не заметила. Эта чашка выглядела как фишки. Известно, что люди жульничают в карточных играх, таких как Blackjack. Поменять две карты это одно, но поменять целый шуз, когда дилер стоит рядом с тобой, это сложное дело. Это подмена шуза. У Алекса и Пола спутницы, которых они привели в казино. Но дело не в ухаживании, а в деньгах. Часто раздача карт в Blackjack производится из шуза, в котором много колод. если знать порядок карт, можно сделать серьезные деньги. Это и собираются сделать мошенники. Они хотят подменить шуз казино на свой собственный. И есть только один способ это сделать. Прямо под носом у дилера, посреди казино, в котором круглосуточно ведется наблюдение. Эта афера требует больше, чем обычно команды. Но и выигрыш на этот раз должен быть куда больше. Все игроки за столом – команда. И у каждого своя важная роль. В сумочке подружки Пола спрятан дубликат шуза, который до этого она пронесла в казино. Команда играет несколько конов Blackjack. дубликат дубликат шуза передается под столом Алексу. Повторим еще раз с другого угла. Задача этой женщины очень важна. она должна перекрыть поле зрения этого человека, питбосса, который отвечает за пресечение шулерства. Шуз у Алекса. Теперь нужно отвлечь внимание дилера от стола. Что ты делаешь? Туда нельзя. Они должны это делать? Прошу вас отойти. Что ты делаешь? Дело сделано. Шуз подменили. Но что произошло? Алекс подал сигнал игрокам в конце стола поменять наличные на фишки. Это сигнал и для девушек. Что ты делаешь? Туда нельзя! Изображая пьяную, одна из девушек входит туда, куда вход публики запрещен. Они вынуждают питбосса отойти от стола. Дилер отворачивается от стола на секунду, но этого достаточно. Я помешала, извините! За это мгновение Пол успевает схватить шуз казино и передать его своей подруге. Алекс тут же меняет его на свой шуз. Шуз казино кладется в сумочку. Неудивительно, что у Алекса такой довольный вид. Теперь, когда шуз поменяли, аферисты могут играть своими колодами с гарантией крупного выигрыша. Но поскольку работала камера наблюдения и шуз в сумочке может стать уликой, им нужно поскорее уйти и дать возможность успешно поиграть последнему члену группы. А вот и она. Джесс сообщница. Ну что, все? Спасибо. Пошли отсюда. Побыстрее, пока нас не арестовали. Все игроки за столом знают теперь точный порядок карт. Если займут свободный стул, один из команды уйдет и порядок карт сохранится. Даже если проверят запись. Джесс явно не причастна к подмене шуза. Первая раздача и надо же, у Джесс два Блэк Джека. Большое спасибо. Но кто бы мог подумать, еще два Блэк Джека. Я везучая девушка. Это были зеленые фишки по 25 долларов и черные по 100. Джесс продолжает выигрывать, но и дела у других членов команды идут весьма неплохо. Вы смотрите на мои фишки? Неплохо смотрятся, да? Очень даже. Эта стопка фишек не может долго оставаться незамеченной службой безопасности казино, поэтому Джесс нужно поскорее уйти. Все, с меня хватит. Целая проблема унести все это. Она в буквальном смысле слова опустошила поднос дилера и заработала для команды сотни тысяч долларов. это вам. Удачи, развлекайтесь, пока. Ее миссия завершена. Чтобы организовать такое в наши дни, вам почти наверняка понадобится свой человек. Может быть дилер или питбосс. Предпочтительнее дилер или питбосс, кто-то из группы наблюдения. Тогда вы можете сделать 250 тысяч долларов, 300 тысяч. Не так уж сложно дать небольшие деньги дилеру или питбоссу, чтобы они в нужное время посмотрели в другую сторону. Настоящие аферисты. Лас-Вегас. Когда в Вегасе царил хаос и еще не было жестких правил, нечестные крупье использовали любую возможность, чтобы обмануть игроков и казино. Даже сегодняшние дилеры нередко попадаются на попытках нечестно заработать деньги. Итак, проделки дилеров. Аферисты арендовали этот роскошный зал-казино, чтобы устроить частную игру в Блэк Джек и продемонстрировать, что бы могло случиться, если бы Алекс вел нечестную игру в настоящем казино. Они играют 15 минут. С последней раздачей всем игрокам повезло. Алекс раздает выигрыш. А теперь Алекс будет мешать карты. Тасовка выглядит ровно так же, как и в казино, но все не так честно, как может показаться. Хорошенько поработав с картами, Алекс предлагает Полу снять карты. Затем карты возвращаются в бокс для карт и все готово к игре. Двое других игроков тянут карту. Вы уверены? Да, спасибо. Но Пол доволен начальной раздачей. 14, 17, Пол выигрывает, но дело не только в удаче. Так в чем же? Казино всегда старается обезопасить себя, и один из способов правильная тасовка, поэтому не так давно был придуман способ, как дилеры должны мешать карты, чтобы по возможности оказаться вне опасности проигрыша. сегодня среди шулеров игроков и шулеров крупье стал распространен такой прием, как псевдотасовка. Казино от такого перемешивания не выигрывает, и я покажу вам, как это работает. Если бы я был нечестным дилером и работал с тем, кто сидит по правой руке от меня, то все бы выглядело так. Мешая карты, я приподнимаю их краешек, чтобы было видно, что вот это король. Теперь я поворачиваю короля лицом вверх, чтобы вы могли проследить за ним. Я мешаю дальше и делаю в точности то же самое. Теперь он увидит девятку. К тому времени, как я перемешаю всю колоду, он увидит уже несколько карт. Карты лицом вниз, и Алекс засвечивает верхнюю. Пол замечает это и тут же запоминает карту. Алекс перемешивает еще 11 колод, каждый раз показывая Полу верхнюю карту. И теперь Пол знает 12 верхних но нужно еще снять карты. Я даю снять так, как это обычно и делается. Только оставляю зазор в нужном месте, и Пол знает где снимать, чтобы известные ему карты вновь оказались наверху. Пол снимает карты в месте просвета, и запомненный блок карт отправляется на вершину колоды. Теперь мы готовы. Вот засвеченная карта. Как вы видите, мы знаем порядок карт. Конечно, они никогда не будут лежать лицом вверх. Во время игры никто ничего не замечает. Когда карты сняты, Пол знает свою руку и руку дилера, и соответственно может назначить нужную ставку. Этот прием может использоваться каждый раз, когда мешается колода, и может оказаться плачевным для казино. Когда Лас-Вегасом заправляла мафия и никаких регулирующих правил не было, нечистые на руку дилеры пользовались любыми способами, чтобы одурачить игроков в казино. Даже сегодня дилеров ловят на попытке заработать легкие деньги. Представляем вам уловки дилеров. Мошенники сняли этот зал в одном из роскошных казино, чтобы сыграть в узком кругу партию в Блэк Джек и показать, что бы было, если бы Пол был одним из нечастных дилеров. 60. Повышаю до 100. В какой бы вид игры в казино вы не играли, вам всегда приходится менять наличные на фишки. Стоимость фишек варьируется от одного доллара до нескольких тысяч. 120. Фишки постоянно переходят от дилера к клиентам и обратно. Разумеется, это мишень для аферистов. В этой игре Алекс и Пол обменивались фишками и делали выигрышные ставки. Остальные игроки ничего не подозревают. Посмотрим, как мошенникам это удается. Администрация казино тратит много времени и денег, защищая вот это. Фишки. В этом вся суть казино. Аферистам, дилерам и их подельникам нужно получить как можно больше этих фишек. Итак, скажем, Алекс сидит вот здесь. Он сделал ставку, выиграл, но поставил фишки неровно. Теперь мне нужно проверить эти фишки и поставить их в игровую зону, прежде чем начать игру. В этом случае я прячу в ладонь еще одну фишку. Раскидывая одну фишку, а потом еще и выплачиваю с этой ставки выигрыш в таком же количестве. То есть он получает гораздо больше денег, чем должен. Итак, Пол прячет в ладони фишку. Алекс поставил четыре фишки. Проверяя количество фишек в ставке, Пол подбрасывает спрятанную фишку. Четыре фишки Алекса превратились в пять. Кроме этого, одну лишнюю фишку Алекс получит, когда Пол отдаст ему выигрыш. Но это еще не все. Если вам доведется побывать в казино Лас-Вегаса, вы заметите, что когда дилер кладет фишки, он хлопает в ладони и показывает руки. Он это делает для питбоссов, следящих за порядком, а также для игроков и для камер слежения. Так он показывает, что ничего не припрятал в ладони. Желаете докупить фишек? Да, пожалуй, спасибо. Вот так. Когда он передает мне наличные, я должен их пересчитать. Перед этим я спрятал в ладони фишку на сто долларов. Здесь шестьдесят. Шестьдесят. Раскладывая купюры, я прячу под одной из двадцаток вот эту фишку. Он обсчитался. Здесь восемьдесят, а не шестьдесят. Сэр, вы дали больше? Ставлю шестьдесят. Я оставляю их. Спасибо. Это ваше. Итак, что же произошло? Мне передали черную фишку, и теперь мне осталось только взять ее и положить в карман. И мы уже выигрыши на сто долларов. Когда Алекс дает деньги, Пол подкладывает под одну из банкнот фишку на сто долларов. Посмотрим еще раз. Фишка уже в ладони. Теперь ее очень легко подложить, незаметно для остальных игроков. Эта банкнота теперь прикрывает фишку, и камере слежения под потолком уже ничего не будет видно. Алекс, поставив шестьдесят долларов, забрал двадцатку вместе с фишкой стоимостью в сто долларов. Как видите, есть много способов обмануть казино, поэтому все за всеми постоянно следят. Энди Филдс был непревзойденным чикагским шулером и фокусником. Трюк, который вы увидите, Энди использовал еще в сороковых, если ему нужно было быстро заработать немного денег. Но он до сих пор работает. Это карточный трюк Эдди Филдса. Чтобы провернуть эту старейшую классическую махинацию, аферисты прочесали весь Лас-Вегас. Они выбрали этот знаменитый бар. Сюда любят захаживать игроки по пути в казино. Алекс располагается. Вскоре в бар заходит и Пол. Не обращая внимания на Алекса, Пол заказывает пиво. И присаживается за свободный столик в дальнем углу. Скоро он вернется, но сначала Алексу нужно найти жертв. Парни садятся рядом. с ним. Что будешь пить? Ты платишь? Нет, не буду, приятель. Может быть, карты это решат? Возможно. С помощью карт Алекс втерся в доверие. Как тебя зовут? Алекс. Дэнни. Рад познакомиться. Дэнни. Дарик очень рад. А это Эндрю. Эндрю, очень приятно. Дэнни, это тебе. Тебе Эрик. Эндрю. И еще Эндрю. Еще Эндрю. Да. Да. Я тут уже неделю. Я прикупил себе книжку про карточные фокусы. Я сейчас вот тренирую кое-какие фокусы. Вроде получается. Покажи фокус. Хочешь фокус? Да. Ладно. Любой на твой выбор. Желая показать свой талант, Алекс рассаживает парней вокруг себя. Возьми карту, Эндрю. Покажи ее остальным. Чтобы все видели. Я не смотрю. Да, я посмотрю. Хорошо. Так. Верни ее в колоду. Я разбиваю колоду и снова перемешиваю карты. Теперь смотрите. Это самый быстрый фокус. Твоя карта. Ты облажался, старик. Нет? Погоди, погоди. Где ты свою книгу покупал? Постойте. Берем шестерку. Так. Проходит пара секунд. Раз, два. И карта превращается в твою. Беру свои слова обратно. Круто. Да, неплохо. Дашь потом автограф. Жертвы восхищены магическими способностями Алекса, и тут появляется пол. Раздели колоду. Время для нового трюка. Я посмотрю? Конечно. Так, бери. Да, бери по одной карте и клади ее вниз. Один, два, три. Теперь раздай по карте на каждую стопку. То есть мы перемешиваем карты. Да, это карточный фокус. Один, два, три. Вот это была последней. Пожалуйста. Давай. Тасуй. Тихо, я еще не закончил. Дай тоже покажу. Одну секунду. Пол изображает назойливого пьяницу, желающего тоже показать пару фокусов. Неплохо. Дай покажу. Давай. Он грубо отнимает у Алекса карты. Любите фокусы? Любите? Да, давай. Давай, давай, показывай. Знаю, и один хороший. Два короля. Так? Да. Красный мастер. Итак, я разбиваю колоду два раза. Один король. Сюда. Второй король сверху. Они вместе, так? Сними. Ну давай, сними часть колоды. И еще раз. Разбили два раза. Спорю на что угодно. Короли лежат рядом. Короли рядом. Вот первый. И следующий тоже он. Неужели короли так и остались рядом после двух снятий колодок? Ладно, покажу еще раз. Да. Теперь три раза разобьем колоду. Ставлю 20 баксов. Пол ставит 20 долларов на то, что король и останутся рядом. Но на этот раз колоду разобьют трижды. Нет, нет, невозможно. Неудивительно, что никто не решился поддержать ставку. Ведь они видели, что фокус у Пола удался. У нас почти нет шансов, старик. Пришло время начинать аферу. Два короля. Один сюда. Пол кладет первого короля наверх стопки. Когда он отворачивается, Алекс берет несколько карт из второй стопки и кладет их сверху на короля. Разбивай как угодно. Не обязательно ровно посередине. Теперь второй король, которого положил Пол, отделен от первого несколькими картами, которые подложил Алекс. Поэтому короли никак не могут оказаться рядом. Но заметили ли жертвы подлый ход Алекса? Один король на другом. Разбивай где хочешь. Этот парень постоянно следил за его действиями. Разбивай где хочешь. Остальные тоже заметили эту наглость. Снимай сверху. Они захотели урезонить хвастливого пьяницу. Разбивай, давай же. Вот так. Не подозревая, что порядок карт в колоде был нарушен, Пол продолжает фокус. Еще раз. Уверен? Снимаем три раза. Они не рядом. Я точно знаю. Ладно, гарантирую, короли рядом. 20 баксов. Печем короля. Король. И следующий тоже. Не может быть. Ставлю 20 баксов. Алекс ставит 20 долларов, чтобы приманить остальных парней. Но им это неинтересно. Они только отшучиваются. Но не все потеряно. Парень справа от Пола ставит 10 долларов. Клади еще десятку. Нет, нет. Давай, давай. Ну, давай же. Пол агрессивно заставляет его поставить еще 10 долларов. Тут 40, посмотрим. Вы сваляли дурака. Разумеется, это король. И Пол забирает 20 долларов жертвы. И направляется к выходу. Дэнни, тебя только что обули по полной. Ты влип. Алекс извиняется и тоже уходит, чтобы встретиться с Полом в следующем баре, где они провернут этот трюк заново. Их выручки хватит на то, чтобы окупить всю выпивку за ночь. Иногда слепой может увидеть больше других в казино. Обман называется «Великий слепой». Аферисты собираются повторить один из самых оригинальных и прибыльных обманов, случавшихся в казино Лас-Вегаса. Джесс играет в «Блэк Джек». Она играет около часа. И хотя дела идут неплохо, она не срывает банк. Заходит Пол. И слепой Алекс. Удача сегодня повернется к ним лицом. Надо было ставить больше. Ладно, думаю, я обналичу фишки, пока совсем не проигралась. Когда ребята подходят к столу, Джесс собирается уходить. Пока, ребята. Пока. Она красивая? Да нет, не очень. Жаль. Мой друг слепой, вы не против, если я буду говорить ему карты? Пожалуйста. Зачем же Алекс притворяется слепым? Это 50? Да, 50. Скоро выясним. Вот ваши фишки. Черный перед тобой. Зеленый здесь. Можем начинать. Да. Мы готовы. Думаю, хватит. Здесь 20. Хватит. Против тебя 7. 20. Значит, все выиграли. Это мне нравится. Неизвестно, что задумали ребята, но кажется, у них выходит. 25. Ты держишь карты? Да. Блэк Джек, отличное начало. 21. Отлично. Что у тебя, 10? Против трех. Еще одну карту. Хорошо, положи ее туда. Прости, куда это туда? Снова победа. Статишки передо мной. Ладно тебе. Не беспокойтесь, я слежу. Спасибо. У тебя две карты, получается 4. Ясно? 16 против 4. Тебе хватит. Хорошо. Не стоит сомневаться в слепом. И опять же. Еще 200. У меня две десятки. У тебя 21. Какое везение. Аферисты сегодня в ударе. Выигрыш пополам. Рупи, я тоже играю. 21. Опять блокджек. Везет целый час. И стопки фишек растут. Вам сегодня везет. Выиграв целую башню фишек, аферисты выходят из-за стола. Спасибо. Доброй ночи. До свидания. А где тут ближайший стрип-клуб? У тебя 4 тысячи, а у меня 3. У меня около 3 тысячи. Как всегда, не только удача сыграла свою роль. Вернемся назад и узнаем, как аферисты буквально обобрали крупье. Фишек на 100 долларов, пожалуйста. Джесс должна пометить колоду карт. В ее сумочке специальная мазь, замаскированная под бальзам для губ. Она мажет ей большой палец и распределяет мазь по всем остальным. Получая туз или десятку, она помечает карту, проводя пальцем по ее рубашке. Метки не видны невооруженным глазом, и они исчезнут без следа через пару часов. Здравствуйте, добро пожаловать. Под носом у крупье и других игроков Джесс наносит отметку на все ценные карты в колоде. Через час Джесс завершает работу, и за стол садятся Пол и Алекс. Я обналичу фишки, пока совсем не проигралась. Это вам спасибо. Темные очки Алекса не просто придают ему крутой вид. В их линзах фильтр, который позволяет Алексу видеть метки, оставленные мазью Джесс. Мой друг слепой, вы не против, если я буду говорить ему карты? Пожалуйста. Перед каждой раздачей Алекс смотрит на верхнюю карту в колоде. Отметка означает, что следующей картой будет десятка или туз. Шанс выиграть высок, и можно смело повышать ставку. Легкий удар по ноге, и Пол знает, что карта на его стороне. Вот и дама. В Блэк Джеке она оценивается в 10 очков. Отличное начало. Хватит. Здесь 20. Отлично. Против нас 7. 20. Ну что, все выиграли? Это мне нравится. Теперь можно выигрывать. Отлично. В каждой раздаче аферисты знают, достанется ли им десятка или туз. Да, я в игре. Так они узнают, стоит ли продолжать играть. Шанс выиграть у них намного выше. 14. 21. Блэк Джек. Через час отметки на картах исчезают, и аферисты уходят, став на 7 тысяч долларов богаче. Да, да, да. Существует много способов помечать карты, но самое главное для афериста — отвести от себя подозрения. В этом случае нам помогла Джесс и нанесла метки на карты заранее, до того, как мы вошли в казино. Это умный способ. Краску можно увидеть лишь через специальный фильтр. Существуют специальные контактные линзы, но мы решили показать все нагляднее. Мы использовали слепого в огромных очках. Алекс мог сообщать мне значение карт и тем самым выигрывал. Большинство присутствующих отвлекались на то, что за столом играет слепой. Причем слепой, которому невероятно везло в игре. Если вы еще не поняли, вот что видит Крупье, а вот что видит Алекс. Многие считают, что различные фильтры используют нечасто. Но в Лас-Вегасе много случаев, когда именно таким путем зарабатываются большие деньги. Такие методы использовались даже на турнирах и приносили мошенникам целые миллионы. Когда в Лас-Вегасе всем заправляла мафия и законов не существовало, нечистые на руку Крупье шли на все, чтобы обмануть игроков и казино. Даже сейчас они не гнушаются легким заработком. Вот несколько подобных афер. Аферисты заплатили казино за возможность организовать собственный стол для игры в Блэк Джек и показать, что могло бы быть, если бы пол был нечистым на руку Крупье. Цель игры – набрать больше очков, чем Крупье, но не более 21. У Алекса 9, и он продолжает играть. Еще одна тройка, получается 12. 14. Алекс берет еще одну карту и получает 19. Неплохо. У Пола 26. Перебор. Значит, все получают деньги. Алекс сегодня в постоянном выигрыше. Какую бы карту он ни брал, он не проигрывает. Узнаем, как это вышло. Существует много способов выиграть в Блэк Джек. Какие-то работают, какие-то нет. Но мошенники легко побеждают. Представьте, что Алекс сидит передо мной, я раздаю карты и должен сообщить ему, какая карта будет следующей. Я раздаю карты всем игрокам, но, доходя до Алекса, я спрашиваю его, хочет ли он карту. Одновременно я приподнимаю первую карту в колоде, и он точно увидит ее, в данном случае, Туз. Карта может быть выгодна или нет Алексу, и он принимает решение сам. Все происходит настолько быстро, что остальные игроки не замечают этого движения, кроме одного человека, Алекса. Раньше казино нанимали специального крупье, который вынуждал игроков проигрывать. Самым сильным трюком в его арсенале была двойная раздача. Я покажу вам, как это работало. Итак, ты делаешь ставку. Большой или маленькой? Я буду жульничать. В любом случае, ты проиграешь. Тогда маленькую. Итак, я даю тебе две карты. Получается восьмерка и тройка. Теперь я незаметно заглядываю в колоду и узнаю, что дальше идет десятка. Десятка тебе нужна, так как у тебя будет 21. Но я хочу, чтобы Алекс проиграл, и вместо того, чтобы вытащить балета, я достаю идущую за ним карту. Это будет четверка. Это ужасная карта. Я покажу еще раз. Кладу четверку за валетом и оставлю его картинкой вверх. Приподнимая валет, я достаю четверку, идущую прямо за ним. Вот замедленный повтор. За одно мгновение Пол достает вторую карту и дает ее Алексу. Такое крупье может забрать у игрока много денег. Но сейчас крупье предпочтут подыгрывать определенному игроку за столом. Вместо того, чтобы оставить туз себе, я отдам его своему сообщнику. Вот почему казино тратит много денег на охрану. Настоящие аферисты Настоящие аферисты Иногда проще мухлевать, чем сидеть и учиться играть. Три хваленки — прекрасный способ сыграть именно так. Это три хваленки. Алекс идет в бильярдную. Он знает, что завсегда-то и не прочь сыграть в карты на деньги и хочет присоединиться к ним. Алекс подсаживается к столу, за которым сидят эти мужчины. Хваленка — это быстрая игра, в которой деньги с большой скоростью гуляют по столу. Каждому сдается по три карты, и они делают ставки, исходя из того, что у них на руках. Ставки растут, пока все, кроме двух игроков, сбросят карты. Когда один пасует, они вскрываются, и побеждает самая высокая рука. Если игрок не смотрит на руку, то это значит, что он играет вслепую. Слепую. И остальные удваивают эту ставку. В течение вечера уйма денег переходит из рук в руки, и Алекс остается в плюсе. Но дело не в удаче, а в трюке. В хваленке у вас на руках три карты. Можно играть вслепую, то есть делать ставки, не зная карт. Это сильная позиция, потому что когда вы играете вслепую, остальные делают двойную ставку. И если вы знаете, какие у вас карты, вы обчистите соперников. Но как это сделать? Мы помечаем карты во время игры. Мы можем пометить три за партию, но за весь вечер через ваши руки проходит вся колода, чтобы карта стала крапленой. Мне нужно пометить ее так, чтобы это было видно, когда она лежит рубашкой вверх. Я делаю насечку ногтем на обратной стороне. Туз я помечаю с краю. Так я ставлю насечки на короле, даме, валете, десятке и так далее. Я делаю насечку наверху. Она незаметна, но я вижу все карты, когда они лежат рубашкой вверх. Если я вижу три карты, помеченных одинаково, то я играю вслепую, потому что уверен, что выиграю. Пользуясь этим приемом, Алекс всегда знает свою руку, даже если играет вслепую. Игра идет уже час, и вдруг складывается интересная ситуация. Каждый игрок уверен в своем выигрыше. Они продолжают поднимать ставки. Банк растет, и монеты превращаются в купюры. Партия на несколько фунтов перерастает в куда более серьезную игру. Никто не сдается, и банк растет. Вместе с напряжением. Кто-то должен спасать. В банке более 200 фунтов, и несколько игроков уже спасали. Теперь борьба идет между Алексом и игроком справа. Алекс вскрывается первым. У него хорошая рука. Хорошие карты. Но сможет ли второй игрок перебить? Нет. И Алекс сгребает деньги. Более двух сотен фунтов за два часа. Но откуда он знал, что его рука победит? Один из приемов, который можно использовать в хваленке, это зеркало. Обычное зеркало. Это блестящий предмет, который можно спрятать среди фишек или принести с собой. Он позволяет видеть карты, когда они лежат лицом вниз. В данном случае я использовал чашку кофе. Черный кофе, почти как зеркало. И я использовал его отражающую поверхность, чтобы видеть, какие карты я сдаю остальным. Нет ничего подозрительного в том, что я смотрю на руки, когда сдаю. Это не выглядит подозрительно. Если посмотрим вот так, то увидим, что это бубновый туз, десятка треф, шестерка пик, дама бубей. Я могу проделывать это быстро и знать весь стол. Сегодня мы играли вчетвером. Мне не приходилось запоминать много карт. И у меня преимущество перед другими игроками. Сдавая карты, Алекс знал, что за карты он раздает. Еще до того, как они падали на стол. Да, сегодня я продулся. Отражение в кофе. Отражение в кофе. Это интересно. Очень интересно. Я думал, он играл честно и без обмана. Я потрясен. Настоящие аферисты.